Добрый день, с нами полузащитник футбольного клуба Чертанова Глинов Тимофей. Тимофей, во-первых, с победой, во-вторых, поделись эмоциями. Как тебе игра? Здравствуйте, спасибо. Ну, игра была хорошая. В первом тайме больше играли на контур-атаках, смогли забить два. Ну и в третьем уже больше перевели мяч под нашим контролем, мы еще забили и спокойно доиграли матч. Я понял, здорово. Ты все время оглядываешься, ты тренера ищешь, что ли? Он перед тобой, он стоит. Да, да, да. Не-не, ты все правильно отвечаешь, молодец. Хорошо, а счет 3-0 заслуженный, как ты думаешь? Ну, по игре, да. То есть, тебе кажется, вы контролировали игру и исход закономерен? Ну, кажется, да. Молодец, поздравляю. Всем счастливо. С нами главный тренер футбольного клуба Чертанова, Зайцев Алексей. Алексей, скажите, пожалуйста, вот эти первые два мяча, которые можно назвать невынужденными, они как-то поменяли ваш план на игру или все, в принципе, как планировали, так и происходило? Добрый день. Ну, первый гол быстрый, я думаю, больше планы заставило менять Ростов. Мы, в принципе, планы не меняли, пытались играть. Другой момент, что не удалось взять мяч под контроль. Ростов хорошо расставлялся, контролировал мяч. У нас перестроение в прессинге не получалось в первом тайме. Второй гол, да, технический брак защитника. Но, опять же-таки, если заставлять под давлением идти нагнетать в этот прессинг, да, такие ошибки могут случаться, то есть не на ровном месте, так сказать. Во втором тайме уже, да, переключились, перестроились, немножко взяли, успокоили мяч условно, взяли под свой контроль. Какие-то стали получаться моменты. Было понятно, что Ростов будет выбегать, пытаться забивать, будет раскрываться. И на контр-атаках можно где-то взломать оборону. С первых минут показалось, что вы были вовлечены на 100% и немного переходили иногда на ненормативную лексику. Скажите, пожалуйста, это уместно, как вы считаете, в этом возрасте с ребятами? Да, просто немножко непонятно, почему не делали то, что планировалось. Были акценты, был разбор, прям акцентированно говорили эти эпизоды на развороты, и этого не делают. Да, ну где-то это проскакивает, ничего страшного. Рабочие моменты, я понял. Спасибо, удачи в дальнейшем. С нами защитник футбольного клуба Ростова Арсений Севрюков. Арсений, скажи, пожалуйста, каково это входить в игру, когда две таких ошибки и счет уже 2-0, а всего там 10-ая минута? Ну, конечно, было тяжело, но мы старались играть в свою игру, то есть контролировать мяч, играть в пас через средний, короткий. У нас это получалось, но никак не могли. Последнего паса именно не хватало. То есть остроты именно в завершении? Да. В перерыве был, естественно, разговор с тренерским штабом. Если можно, поделись, как хотели перестроить игру? Ну, играть в тот же футбол, в который мы играем, и мы должны были забить, просто вот опять же не хватало последнего паса. Психологически сильно давляет вот такой результат, когда по игре он не должен быть таким? Он, конечно, давит, но мы старались сдерживать эмоции и продолжать играть в свою игру, как тренируемся, так и играем. Есть ощущение, что в дальнейшем эта игра принесет, наконец, результат нужный? Да. Отлично, удачи в дальнейшем. С нами главный тренер футбольного клуба Ростов, Усманов Алексей Хусанич. Алексей Хусанич, скажите, пожалуйста, даже не буду спрашивать счет заслуженный, не заслуженный, что случилось? Добрый день. Что случилось? Ошибки, неудальные ошибки футболистов привели к такому счету. Но дело не в ошибках. Качественные первые таймы, я считаю, привели. Да, не хватало какого-то последнего паса, последнего решения в третьей зоне, какого-то, может быть, даже нестандартного. Были удары, но, к сожалению, не створа. Вот. Посмотрим, мы посмотрим видео и скорректируем тренировочный процесс в будущем. Скажите, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, может быть, где-то именно эмоций каких-то не хватило, драйва какого-то, может, агрессии, или я ошибаюсь? Да нет, на самом деле, достаточно парни были заряжены на игру, мы это видели. Мы это видели и в начале, перед игрой, мы видели это в раздевалке, спокойно в перерыве обсудили, что надо будет делать. Ну, не получилось, еще раз говорю, мы посмотрим, скорректируем, что, чего не хватило, чтобы в дальнейшем учесть все вот эти вот нюансы, которые сегодня не дали нам победить. Да, к сожалению, сегодня тут классический случай, когда игра и счет – это две совершенно друг от друга далекие вещи. Да, соглашусь, я говорю, достаточно качественный первый тайм, очень хороший, нам понравился. Еще раз говорю, в плане качества игры, выход из обороны за счет короткого среднего паса. Вот, хорошие ротации были у футболистов при начале развития атаки, да и во втором тайме тоже было больше положительно. Но еще раз говорю, к сожалению, вот пропустили вот эти нелепые голы, вот, сегодня был дебют у нашего вратаря до 2008 года, поэтому мы его поздравили с дебютом, пожелали ему успехов, вот, ну, я думаю, что все у него будет хорошо. Спасибо, удачи в дальнейшем. Спасибо.